Библейский портал экзегет.ру представляет речь про преступления против имущества, а здесь будут про преступления против доброго имени. Помните, не убей, не укради, не прелюбодействуй и не лжесвидетельствуй. Убийство и прелюбодеяние — это преступление против личности, кража против имущества, лжесвидетельство против доброго имени. Человек имеет на него право. Не повторяй пустые наветы, Не помогай неправому лживым свидетельствам, не следуй за толпой в неправом деле, на суде не искажай истину в угоду толпе, бедняку не оказывай предпочтения на суде. Великолепные принципы. Всегда бы мы так жили сегодня, я уж не говорю в древние времена. Еще раз, не повторяя пустые наветы, это просто пересказы каких-то, может быть, ложных, а может быть, даже истинных, но не способен ты проверить правоту этих высказываний. Да, вот ложных или истинных слов, которые ты не можешь подтвердить, а дальше не помогай неправому, уже в случае заведомого вранья, не следуй за толпой в неправом деле. То есть, а какие могут быть причины помогать неправому? А все так сказали, да? А все так говорят. На суде не искажай истину в угоду толпе, а понравится ли им, что я скажу, неважно, скажи правду. И бедняку не оказывай предпочтения на суде, с другой стороны, может быть, к богатому не оказывай предпочтения. В книге Левит так и будет сказано, но ведь иногда, наоборот, бедняка как-то жалко и хочется его оправдать. Да, такое тоже бывает. То есть, даже если вот человеку, в принципе, надо помочь, не помогай ему враньем, несправедливость не умножай. И дальше вроде бы опять преимущество, но не совсем. Если ты встретишь заблудевшегося быка или осла, который принадлежит твоему врагу, ты должен отвезти их к хозяину. Если ты увидишь легшего на землю навьючиного осла, который принадлежит твоему недругу, не оставляй его так, ты должен оставить его с хозяином. Смотрите, недруг. Хочется его наказать. Не только не воруй у него, не убивай у него, но не проходи мимо, когда его скот заблудился или не может поднять поклажу. Значит, вот у нас, знаете, дорожное движение, как устроено. Иногда человек, который недоволен другими участниками, начинает их наказывать, да, то есть всячески их подставлять под какие-то неприятные ситуации. А вот не делай этого. То есть даже человек, который, с твоей точки зрения, по отношению к тебе неправ, имеет право на твое милосердие. Это тоже, в общем, скорее про имя, да, про то, что не нужно мстить. Будь справедлив, когда разбираешь тяжбу бедняка с брата твоего. Не поддерживай лжевых обвинений, чтобы не осудить насмерть невиновных и праведных. Ведь я не дам злодею тебе ответа. Не бери взяток. Взятка превращает зрячих в слепцов и лишает силы правдивые показания. Вот в общем виде, да, правосудие, которое не взяткой не должно регулироваться, не, скажем так, ожиданием взятки, разбираясь тяжбу бедняка. То есть, может быть, ты думаешь, что второй участник этого суда богач тебя отблагодарит, да. Но и бедняка не выгораживай просто так, потому что ты можешь подумать, ну, он же бедняк, значит, нужно ему помочь. Нет, суди по правде. Не обижай переселенцев. Вы сами знаете, каково человека на чужбе, не видите, вы были переселенцами в Египте. Повтор, напоминание, да. То есть, чужаки среди вас, какие-то гастарбайтеры из далеких стран, они такие же, как и вы. Вы не должны к ним относиться с пренебрежением. Дальше неожиданное правило. Ну, у нас была суббота, да, шесть дней работаешь, на седьмой день отдыхаешь, и вдруг шесть лет засевай свою землю, собирая с ней урожай, а на седьмой год оставь ее невозделанной. Пусть едят ее плоды бедняки из твоего народа, а что останется, пусть доедят дикие животные. Так же поступай со своим виноградником и оливковыми деревьями. Те же самые субботние года, да, вот как суббота, это седьмой день, так вот, и как раба и евреи освобождают на седьмой год, так и здесь седьмой год становится для земли днем отдыха, годом отдыха. Почему? Ну, сегодня, допустим, мы скажем, что земля под паром должна отдохнуть, да, что это вот такое сельскохозяйственное правило, но принцип тоже понятен. То есть, человек шесть дней преображает мир вокруг себя. В частности, он пашет землю. А седьмой день или седьмой год, день отдыха, восстановления. И что останется, пусть доедят дикие животные. То есть, даже не собирай. Так же поступай со своим виноградником и оливковыми деревьями. Вот полностью в седьмой год, а что же они будут есть? Ну, значит, видимо, припасы, которые предыдущие шесть лет они делали. И напоминание о том, с чем это связано. Шесть дней трудись, а седьмой день будет для тебя днем покоя, чтобы отдохнули твой вол и осел, чтобы сын твоей рабыни и переселениц могли перевести дух. Смотрите, в книге выше было сказано, что суббота объясняется тем, что в седьмой день Бог пребывал в покое. А здесь, как, кстати, во второзаконии будет повторено, чтобы могли отдохнуть твои работники. Ведь это не противоречит друг другу. Вот прямо в соседних главах встречаются такие вещи. 20-е, 23-е, да? То есть, может быть, некое высокое богословское объяснение, может быть, практическое такое социальное. Нужно, чтобы все отдыхали. И они вполне согласуются. Соблюдайте все, что я вам указал. Имен других богов не возглашайте, пусть не произносят их ваши уста. Ну, вот здесь периодически всплывают какие-то важные вещи из 10 заповедей, как такой повтор. Дальше ритуалы. Трижды в год справляемые праздники. Справляй праздник пресных хлебов. Семь дней, как я повелел тебе, ешь пресный хлеб. Положенное время в месяце Авиве, когда ты ушел из Египта. Никто не должен появляться предо мной с пустыми руками. Ну, это, конечно, праздник Пасхи, который в 15-й день месяца Авив весенний отмечается. Справляй праздник жатвы, первого урожая, засеянного тобой поля. Справляй праздник сбора плодов на исходе года, когда соберешь полей весь урожай. Три раза в год все мужчины у вас должны предоставать перед Господом Богом. Собственно, всего три праздника, да? Не так много. И вот этот праздник пресных хлебов — это Пасха, жатвы и сбор плодов. Соответственно, это праздники, которые празднуются на Пятидесятнице, да, и осенний праздник. Но вот нету какого-то такого еще развернутого календаря богослужебного, да? Есть просто календарь, который выстраивается вокруг этих трех праздников. Но как суббота регулярная встреча с Богом, так вот здесь это тоже встреча с Богом. Но не личная, как суббота, а скорее уже вот такая общинная, весь народ предстает перед Богом. Когда приносишь мне жертву, не допускай, чтобы ее кровь пролилась на дрожжевой хлеб. Жир моих праздничных жертв не оставляет до утра. Такие маленькие ритуальные правила, которые, может быть, нам сегодня не очень понятны, но, наверное, какая-то аккуратность предполагается, какая-то вот такая эстетичность этих жертвоприношений. А дальше принцип. Лучше из первого урожая твоей земли приноси в дом твоего Бога Господа. Да, то есть не то, что осталось, не то, что некуда девать, а именно лучшее, первое. И дальше правило, которое по-разному понимается, назовем это мягко. Не вари козленка в молоке его матерью. Ну, опираясь на этот стих, иудеи в последующих времен не едят мясного и молочного вместе. Вообще любую мясную пищу и любую молочную разносят по времени. Здесь, скорее всего, изначально в тексте имелось в виду некоторое языческое действие, какая-то трапеза символическая, когда козленка, может быть, варили в молоке вот этой козы, от которой он родился, что-то подобное. Видимо, идет речь про неучастие в подобных вещах. Смотрите, я посылаю перед вами ангела, который будет оберегать вас в пути и приведет на то место, что я приготовил для вас. Бойтесь его и слушайтесь, ибо в нем пребывает имя мое. Если вы будете слушаться и вы исполняете все, что я скажу, то я буду врагом ваших врагов, недругом ваших недругов. Ну, и вот тоже обещание сопровождать их в дороге. Ангел в виде облачного огненного столпа. И дальше о нем ангел, послую мною, пойдет впереди и приведет вас к комареям, хетам, перезеям, хананеям, хевеям, его сеям, и я истреблю эти народы. А вы не поклоняйтесь, не служите их богам, по обычаям этих народов не поступайте. Уничтожьте их богов и разбейте их священные камни. Но это как раз будет основная проблема, основная претензия, которую будут израильтянам предъявлять пророки. Этого они не сделают. Точнее сказать, будут отдельные вспышки осознания того, что это сделать надо, но подавляющую часть своей истории они будут совмещать служение Господу Богу с сослужением вот этим местным башкам. Но, по крайней мере, мы видим, что заявка такая была сделана. «Служите Господу вашему Богу, и тогда я благословлю ваш хлеб и вашу воду, избавлю вас от болезней. Тогда не будет на вашей земле ни выкидышей, ни бесплодия. Я дам вам сполна прожить отмеренный вам срок». А зачем такая меркантильность? Разве нельзя исполнять просто так? Ну, очевидно, Господь понимает, и автор нашей книги тоже это хорошо знает, что человек очень склонен к утилитарности, к тому, чтобы искать для себя рационального поведения, и поэтому с рациональной точки зрения он ему это и предлагает. «Ужас мой я пошлю пред вами. Я приведу в смятение все народы на вашем пути, и всех ваших врагов обращу в бегство перед вами. Я пошлю перед вами осиные раи, которые прогонят прочь хевеев, хананеев и хетов. Но не сразу я их изгоню, не за один год, иначе земля станет безлюдной, и дикие звери одолеют вас». Вот даже такая забота. Он обещает очистить ханаанскую землю, но если изгнать сразу всех людей, то землей завладеют звери. Поэтому вот тут такая постепенность необходима. «Я сделаю границами ваших владений море Суф». Это тростниковое море, через которое они переходили. Вот либо Суэцкий канал, либо какая-то часть Красного моря. Море Суф и Филистимское море, пустыню и реку. Пустыня и река — это Египет. «Всех жителей этой земли я дам ваши руки, и вы их изгоните». Может быть, даже вот не сбылось оно в каком-то непосредственном таком виде. Или, может быть, пустыня и река — это не Египет, а какие-то места в Святой Земле мы до конца не знаем. Но во всяком случае получается так, что они получают очень щедрые обещания. И потом, кстати, вот израильтяне будут много между собой спорить о том, где эти границы точно устанавливаны. Устанавливается река как Нил или река как некое русло, по которому течет вода на границе Синаи и Египта. Есть и то, и другое понимание. «Не заключайте договоров ни с ними, ни с их богами. Эти народы не должны жить на вашей земле, иначе они склонят вас к греху против меня. Служение их бога будет заподнено для вас». Вот такая несговорчивость некоторая, такая, может быть, строгость в отношении остальных народов. Но одновременно она вполне ясно проясняется, что Израиль не должен размывать свое единобожие в окрестном язычестве. Если он на это пойдет, то, собственно, весь исход зря. Собственно, вот эти отношения Бога с Израилем, они оказываются просто ошибочными.